Рукоделие для них не просто хобби, а дело жизни. Мастера и мастерицы в минувшие выходные оккупировали площадку ДК КАМАЗ, где на обозрение честной публики представили огромное количество различных своих изделий. Все это можно было лицезреть, а кое-что и прикупить в рамках прошедшей тут выставки-ярмарки «Город мастеров», которую приурочили к дню города и грядущему дню Республики Татарстан. Поделки, сувениры, украшения – все сделано собственными руками продавцов. Чем еще они удивляли гостей праздника, расскажем прямо сейчас. На прилавках и куклы, различные обереги с амулетами, статуэтки с подвесками, а также магниты на холодильник. Есть и совсем уникальные вещи, такие, как представила мастер Татьяна Киргеснер. Она 20 лет работает со стеклом, создавая различные сложности изделия. Труд, говорит, требует особого старания, ювелирный и, соответственно, недешев. Есть такие композиции, как светильники. Можно их делать из специальных плиточек с помощью хорошего качественного клея, пол, стол, там мебель есть внутри. Конструкция должна устанавливаться на специальную светодиодную подставку. Она будет вращаться и переливаться всеми цветами радуги. Для всех желающих по ряду направлений тут же проводились мастер-классы. Можно было, например, научиться делать оригинальные украшения для волос, браслеты и многое другое. У нас есть семейная программа, когда семья делает свой семейный портрет из макарон. И это тоже уникальная вещь, когда иногда даже папа растрогивается. Когда взрослые смотрят на макароны, то в них просыпается ребенок и азарт. И они этим материалом очень с удовольствием пользуются и реализуют свою мечту. Ирик Масаров большую часть жизни посвятил живописи. Однако в последнее время также увлекся конструированием изделий из того, что многие хладнокровно отправляют на свалку. Один из опросцов он представил на выставке. Мало спрашиваю. Интересуются дети в основном? А родители почему-то не покупают? Я не понимаю вот это. Это все ручная работа. Цены нет на него. Понравившийся экспонат на этой выставке можно было сразу забрать за небольшую плату. Многие покупали вещи кому-то в подарок. Несмотря на анонсы, участники отмечают, что в этом году гостей было мало и торговля шла не сказать, что бойко. Надеются, что в следующий раз организаторы подготовятся лучше.